Первые эти экземпляры, которые были напечатаны в Европе, и даже все экземпляры, которые были напечатаны в России при Екатерине, кстати, он печатался некоторое время в Петербурге, потом перенесли этот пресс, перелезли в Казань, и несколько раз этот Коран переиздавался в Казани. Но они не были записаны разным-усмане, они были записаны обыкновенным, современным арабским языком. Впервые разным-усмане использовался в печатных экзаменах, уже, аль-хамду лилля, мусульманами и, аль-хамду лилля, на территории Российской империи, в Казань. То есть, посмотрите, до этого зашли не арабы, не иранцы, не индусы, аль-хамду лилля, зашли тазары в Павловще, они, значит, шейх Мухаммад Шакир Муртага подготовил печатный предсоответствующий расам-усмане, мусульманский богослов, и в 1848 году в Казани впервые был напечатан Коран на вот этой консонантной основе, с использованием этой консонантной основы. А уже в конце 19-го века, в 1890 году, появилась известная Каирская издание, которая была подготовлена Ливаном Мухаммедом Аль-Мухалаладе, известный чтер, который скончался в конце 20-го века, во 70-е и 80-е годы, он довольно долгую жизнь прожил. Еще в 1890 году он подготовил, значит, этот трафарет, проверенный и выверенный, уже утвержденный многими богословами, и хотя качество того каирского издания было неудовлетворительным, тем не менее, то, что уже был прецедент, позволило впоследствии тиражировать печатные экземпляры Корана в большом количестве и в самых разных странах. И в Индии, и в Пакистане печатался уже позднее Коран. Значит, в чем еще были особенности тех первых мускавов, подготовленных при Халифе Усмане? Помимо того, что расен отличался, то есть форма написания текста, она отличалась, мы должны знать почерк какой был. Допустим, Коран, которым мы пользуемся сегодня, допустим, Саудийский Коран, какой это почерк? Это почерк Насх или Насхей, как его иногда называют. Такого почерка при пророке Салава Алиасалем не было. И они пользовались очень простым, на наш взгляд, это был примитивный почерк, который назывался Джузум. После этого только уже появился такой монументальный, если так можно выразиться, шрифт Аль-Курфи. Если кто знаком с арабскими почерками, он знает, что Аль-Курфи это такие жирные буквы с прямоугольными формами. Да, с прямоугольными формами. Но это уже было после. А при Усмане еще не было Аль-Курфи. При Халифе Усмане, ради Аллаху Амху, пользовались Джузум. Тем самым Джузум, который впервые проник в Меху, когда, мы на прошлой речке и говорили, он проник незадолго до пророка Мухаммеда Салава Алиасалем. Арабы настолько были неграмотными до ислама, что у них даже письменности развита не было. И впервые вот эту удобную для рукописей почерк, впервые был привезен в Меху Харбом ибн Умейя. Харб ибн Умейя это дед Абу-Суфьяна. Абу-Суфьян ибн Харб, тот самый, который вначале боролся против пророка Салава Алиасалем и мусульман, а потом принял ислам. Его дед впервые привез в Меху вот этот удобный рукописный почерк. До него был в Аравии распространен почерк мусна, которым писать от руки было очень трудно. Его им пользовались в основном при клинике, когда засекали какие-то слова на камнях. То есть, сами буквы, они были неудобными для того, чтобы их быстро можно было записать. А Харб ибн Умейя, когда привез его в Меху, он начал обучать ему только своих родственников. Для чего? Для того, чтобы все обращались к необходимости именно к ним. Это те же самые Амияды, которые от двух крупных родов правили в Мекке. Это были, значит, одни из них, это были Амавия. Бан Умейя. Значит, и фактически первым среди мусульман, кто стал записывать Коран, это был тоже один из Бан Умейя. Поскольку он обучился от своих родственников, от своих соплеменников письмо, он начал первым записывать Коран, и мы обо всем этом подробно говорили на прошлой лекции. Значит, первое отличие, еще одно отличие состояло в том, что почерк был джузом. Не те почерки, которые сегодня распространены. Джузом практически не пользуются, но образец джузма сохранился. На чем? Сохранилось послание пророка, салаллаху асаляму, императора Византии. Оно есть в Стамбульском музее, и на этом послании, то есть оно в той же форме, в которой было в то время. И видно, что почерк очень похож на современный арабский, то есть это можно назвать прототипом арабского письма, как буквы Корявы. Значит, другое отличие, не было точек диакетических, то, о чем мы уже упоминали. Еще одно отличие, не было огласовок, то есть гласные звуки не писались. Не было нумерации аятов, не было нумерации аятов. Это все было позднее. Не было названий сур. Суры отделялись, одна сура от другой отделялась до Смабари. То есть он равен, и начинается другая сура. Естественно, не было орнаментов. Все это происходило позднее. Сколько экземпляров было составлено при Османе? Тоже есть разногласия, разные мнения на этот счет. Минимум 4 упоминается, максимум 7. Суюти и очень многие богословы отдают предпочтение версии, что было 5 экземпляров. Один был отправлен в Мекку, другой в Куфу, третий в Пасу, четвертый в Шам, и пятый остался в Медине. И вот этот оставшийся в Медине он получил название Мусхав Аль-Имаз, то есть главный Мусхав, тот, на который будут равняться дальше все остальные. Что стало с этими Мусхавами? Значит, Аль-Кинди, это путешественник и эпидемиолог 9 века, он описывает Шам, который он видел в Малайтии. При этом он говорит, что точно знает, что три Мусхава сгорели в войнах. Уже 9 век, они говорят, что мы знаем, что три Мусхава сгорели. Митский Мусхав, он описывает, то есть в 9 веке он был. Ибн Батута в 14 веке описывает отдельные листы, которые он видел в Гренаде, в Марокко, в Басре, то есть в разных частях Талибата, тоже известный историк-путешественник. Это уже 14 век, он описывает, но уже отдельные фрагменты листов. Ибн Киафир описывает Мусхав, который он видел, это тоже 14 век, а не 14 века, он описывает Мусхав, который видел в соборной мечети Дамаска. Подробно описывает, каким был почерк, то есть все, и утверждает, что этот Мусхав один из экземпляров, составленных при Османе Ивна Асанч. То есть он описывает даже его историю, что до 12 века этот Мусхав находился в Тибериасе, в городе Аскуду родом Ребен-Джарир Ат-Табари. По-арабски Табари, значит, латинское название, которое в русский язык тоже перешло из латинского, Тибериас. Потому что в 12 веке, в 20-х годах 12 века он был перевезен из Тибериаса в Дамаск и хранился там до конца 14 века, когда его описал Эбдухиатир. Точно знают, что он находился там до конца 19 века. В 1892 году в Дамасской мечети был большой пожар. Возможно, Мусхав сгорел в пожаре. Возможно, он уцелел. И существует версия, что его оттуда украли и увезли в Петербург, а из Петербурга он попал в Англию, после этого его след там исчезает. Более информации о нем нет, но некоторые ученые говорят, что Мусхав сгорел. Аллаху алим, в любом случае, уселел. Последний Мусхав, шамийский Мусхав, который был, этот Мусхав до нас сегодня, то есть сегодня его мы нигде не можем посмотреть. То есть, самый древний экземпляр, самый ранний, древний мы не можем говорить, потому что средняя века это уже не древность. Так скажем, самый ранний экземпляр Курана, который нам сегодня доступен, это Мединский манускрипт. Мединский манускрипт, он, видимо, был переписан в период праведных халифов, потому что радиоизотопные исследования, они не позволяют нам утверждать с точностью до года, когда это было. Но радиоизотопные исследования говорят о том, что это приходится на начальный период ислама. Но, почему мы не говорим, что это самый первый, потому что почерк Мединского манускрипта, так называемого, он отличается. Это уже куфи, это уже куфийский, ранний куфийский, прошу прощения, это ранний хиджатский стиль. Куфийский и хиджатский стиль, они параллельно развивались. Это ранний хиджатский стиль, почерк. Это не тот, которым пользовались мусульмане во время первых праведных халифов. Но, возможно, это при халифе Али. Возможно, этот мусульмане был переписан при халифе Али, потому что именно в период правления халифа Али началось активное движение, когда мусульмане стали переписывать экземпляры Корана вручную. История его, то есть он был подробно описан многими историками и оставался в Медине до 1916 года. Когда, значит, оттуда его вывезли в Берлин, потому что нестабильность была в тот период и в Аравии тоже, его вывезли в Берлин, оттуда вывезли, вернули его уже после Первой мировой войны в Стангул, где этот мединский манускрипт до сих пор находится. Сегодня на обладание, то есть сегодня четыре музея утверждают, что у них есть экземпляры Османа. Мусульманские ученые говорят, что ни один из этих четырех не является, к сожалению, как бы нам заботить не хотелось, он не является одним из мусульманов, записанных Зейдом и Ильхабетом. Именно различие почерки, а не основания. Хотя по датам они очень приближены, они, безусловно, ранние рукописные копии, тем не менее, это не мусульманы Османа. Значит, кто на них претендует? Это библиотека Управления мусульман Узбекистана в Ташкенте, это книга-хранилище Грамдитца Хусейна в Каире, это музей исландских памятников в Стамбуле и музей Ток-Капу в Стамбуле. Вот то, что мы сегодня можем сказать о ранней истории Корана и о том, как сохранили этот памятник для нас, или как сохранили текст Слова Аллаха для нас, сподвижники при Ухмане на Афане, это будет доволен имя Аллах. И мы не испытываем никаких сомнений сегодня в том, что вот эти вот старейшие экземпляры, которые сегодня есть, они полностью идентичны с тем, что мы имеем сегодня. Не имеет значения, 10 лет туда или 10 лет сюда, это было записано, аль-хамдуллах, мы знаем точно на основании традиции, что в тот период разногласий относительно детского хора просто не было. И, аль-хамдуллах, между мусульманами этих разногласий нету. И отсутствие этих разногласий, это самое лучшее доказательство того, что Коран действительно сохранен именно в той форме, в которой он был при жизни пророка Слова Аллаху Али-Ассалям. И важный нюанс, то есть востоковеды, они очень часто именно на этот аспект, они говорят, нету фактических доказательств того, что вот именно эта книга, она записана в период пророка Слова Аллаху Али-Ассалям, или хотя бы в период Абу Бакра или Ухмана. Они правы. Таких доказательств нет. Но если были бы изменения, если бы вносились изменения в Священный Коран, и эти изменения должны были, то есть они не просто вносились, они должны были в одно и то же время быть утверждены по всему халифату. А халифат в тот период уже был от Андалусии до Китая. Так? Значит, вот эти изменения в Коране, они должны были одновременно произойти на этой огромной территории. В принципе, мы знаем, что как менялось Священное Писание у христиан и иудеев. Они созывали вселенские соборы, которые делали очень много шума. На этих вселенских соборах отдельные течения христианства объявлялись еретическими, предавались анафеме и тому подобное. То есть это все в истории есть. В истории ислама ни одного подобного сборища в мусульманских христианах не было. Никто не собирался для того, чтобы обсудить достоверность Корана. Просто все, независимо друг от друга, по всей ширине арабского или исламского халифата, обучали одному и тому же тексту, вальхамдулиллях. Это лучшее доказательство, логическое доказательство для любого сомневающегося, но готового признать к ним. А если кто-то сомневается и не хочет прислушиваться голосу разума, то мы только делаем два, чтобы Аллах Субхану Далин оставил нас и их на прямой путь. Аллах разосн, спасибо, что набрали терпения и выслушали эту непростую лекцию, но я думаю, она полезна для мусульман, потому что по мере того, как мы развиваем исламские науки, по мере того, как востоковеды развивают коронавидение, мы будем сталкиваться с примерами различных харфов, мы будем сталкиваться с вопросами, на которые нужно отвечать. Умалчивать об этих положениях халифа в истории ислама смысла нет, потому что это истина, мы не скрываем истину, и мы признаем Коран в том виде, в котором он им послан, и признаем его целиком. Субханат Аллаху Могу Бханрит, Нашаду Аллаа Иля Мират, Насахтилу Кауна Тугу Илейх. Аллах разос.